Умение сделать хороший захват, и не только сделать захват, но и правильно связать своего соперника. Я помню, когда я занимался дзюдо, у нас очень шла серьезная отработка, вот именно схватить, связать соперника, то есть не дать ему возможности выкрутиться, скажем так, из жесткого захвата. Но куртка это своего рода оружие. Да, вот я об этом говорю. Формула боя у нас очень простая. Три раунда по пять минут. Чемпионских поединков сегодня у нас нету, так что все бои продолжительность три раунда. Ну а по поводу ожидания, вот для меня всегда томительным было вот это, когда ты уже разогрелся и ждешь команды начать выход к рингу, а еще когда там, допустим, начинаются какие-то дотки флейты, и ты думаешь, господи, когда это закончится. И ты ждешь этого гонка, гонка раздался, ты думаешь, ну слава тебе, господи. Так, первый поединок начинается. Что запрещено? Запрещено удары локтями и коленями в партере, то есть в положение лежа, в область головы и в область позвоночника. Ну вот, Вадим Сокал пытается дернуть соперника на себя. Ну и заодно примерится к дистанции. В принципе, Крупенкин занял дальнюю дистанцию, приглашает Вадима атаковать. И это говорит о том, что Александр хочет сработать как контрпанчер, то есть встретить. Может, он еще хочет посмотреть, на что способен его противник. Ой-ой-ой, неудачный совсем лоу-кик в исполнении Александра. Немножко подскользнулся. Я вот не заметил, знаете, обычно есть такой порожек, да, коврик с тальком присыпанный чуть-чуть, чтобы ноги не скользили, потому что покрытие вот такое вот очень скользкое на самом деле. Хороший удар, хороший удар. Но Вадим успел увидеть начало этого удара, и, в принципе, дистанция была очень... Дальняя, так что удар был хлесткий, хорошо выполнен, но чуть-чуть, на пол шашка бы Александр подошел, и этот удар действительно был очень опасным. Ну вот. Ну вот мы видим, Вадим больше демонстрирует технику ударов руками, а Александр ногами. Ну и, конечно, немножечко так опасненько он постоянно за собой... Александр за собой тянет Вадима. Вадим какой-то в момент расслабится, и Александр находит щель в его обороне и наносит довольно точные удары. Хотя, вот снова, мне кажется, очень опасно. Вот Александр с дальней дистанции, он вынужден вытягиваться за вот этим своим ударом и очень рискует нарваться на правый прямой от Вадима. Риск благородное дело? Ну да, если тебе не прилетает. Ну, пока на сему не прилетело. Ну, оба парня внимательны, никто не хочет рисковать, и до конца каждый не понимает, что подготовил соперник. Вы должны понять одну такую вещь. Если ты идешь вперед и начинаешь атаковать, ты раскрываешься и становишься уязвимым для соперника. И Вадим, и Александр вот как раз стараются балансировать на грани, то есть и быть угрозой для соперника, и не подставиться. Очень сложная задача. Вот эта вот осторожность и мешает пока зрелищности. Но сейчас что-то парни должны делать. Поскольку рефери восьмиугольнике может сделать им замечание, потому что самая главная вещь в боях такой системы – это активность. Ты должен защищаться активно и, естественно, атаковать еще более активно. Да, очень хочется, чтобы Александр продолжил, но он постоянно наносит… Александр, вот вопрос. Почему Крупенкин, когда постоянно наносит лоу-кики, вот он постоянно отшатывается назад от того, чтобы не попал по нему правой Вадим, что ли, получается? Я думаю, конечно же, это один из факторов. Но еще, чтобы быстрее всего не вошел Вадим в захват. Потому что при ударе сближается, видите, он наносит удар и сразу уходит. Вот здесь вот надо было, по моему мнению, в общем, Вадиму продолжить атаку. С опущенными руками стоял у сетки Александр. Да, и Вадиму надо что-то менять в тактике, потому что еще несколько ударов пропущенных по ноге. Да, он уже один раз подсел, да. Подсушит ножку, да. Гематома уже очень серьезная. Неправильно защищается Вадим. Технически не отработана у него защита от этого удара. Ну вот чистый ударник, ничего не скажешь. Чистый ударник. Ну что ж, итоги первой пятиминутки. Надеемся, что сейчас парни окончательно там поняли. А вот проходит удар. Да, прошел хай-кик. Жалко, чуть-чуть смазано. Да, и вот как раз очень хорошо была видна гематома, о которой вы говорили. На передней ноге у бедре у Вадима. Да, и тут вот ближе к нам Вадим со своей командой. И вот тренер ему подсказывает, как правильно провести дальнейший поединок. Ну а нам показывает сейчас Александра Крупенкина. Спокоен. И тяжело, мне кажется, тяжело. Вот сейчас вот пытается размять ногу Вадим. Ну просто она начнет сейчас остывать. И с каждой минутой будет немножко коченеть. Да, я соглашусь с вами, Александр. Это такой неприятный момент, когда вроде бы боли никакой нету. А вот это вот мышцы, такой удар, мышцы надрываются. Вот теряется у тебя скорость. И в какой-то момент чувствуешь неуверенность. Пытается снова атаковать двоечками. Вадим опять все это видно, все это предсказуемо. И Александр делает самое простое. Держит дистанцию, чуть-чуть подкручивает соперника. И Вадим просто не успевает за ним. А вот уже все и начинает болеть. Смотрите, как на ногу практически не опирается Вадим. Просто Вадиму надо в защите встречать ножку, разворачивать и сгибать в колени. Тогда он будет жестко встречать. Скорее всего, Александр, он об этой технике просто не знает. Я думаю, знает, просто он немножечко не ловит этот момент. То есть запаздывает упавшим. Думаю, что да. Видите, уже поменял переднюю ногу и стойку вынужден поменять. Потому что там проблема с ногой пошла уже. И отечность идет уже в область колена. Ну, самое прекрасное начнется у Вадима завтра. А сейчас я думаю, что ему надо больше идти, поболее так увереннее идти в атаку. Потому что закончится для него это все... Вот, и пропускает он несколько смазанный удар правый от Александра. Прижимается к сетке. Александр не очень удачно попытался пройти в ноги. Но переходит вверх. Занимает позицию более удобную. Хороший взял крест. Теперь нужно получить полный гвард. Ну, здесь самое главное не спешить и грамотно отработать. Перекрыть ручку. И можно работать будет... Забраться на соперника, да. Но что-то у него не получается. Надо сбросить. Или быстрее всего задумка какая-то у него другая. А он быстрее всего хочет перейти на болевой сразу. Не, потихонечку, да. Потихонечку занимает позицию. То есть, как удав, да? Обволакивает, переходит. Мы должны понимать, что сейчас Саша в маунте. И он не тратит очень много сил. Вадим сейчас вынужден, видите, одной рукой держать, насколько она напряжена. И второй не дать сейчас забрать руку Александру. Ну, вот Александр до этого момента хорошо отключил руку, ногой. Но почему-то отпустил ее обратно. Да, попал он в захват. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вы видите, что творится с ногой у Вадима? Вадим ушел в глухую защиту. Работа по корпусу. Как-то не совсем понятна задумка Александра. Да, так он хорошо начал забирать ручки. Да. Вот, но здесь он... Перемудрил, скорее всего. Ну все, ну забрасывай-то ногу и садись просто на соперника, и все. Наверное, все-таки сказывается уже небольшая усталость. Рефери ряду забрал ручку. Опять, опять, опять перекрывает ручку, да. Ну и пора действовать. Вот, все, получил полный гвард. Ну и все. Теперь молоточками можно просто молотовать. Как-то странно. Я соглашусь, что Александр просто устал. Я думаю, не только Александр. Нет, ну у Вадима сейчас как бы ситуация более, скажем так, простая. Просто перекрывайся и сбрасывай с себя соперника, что он и сделал. А вот Александр, получив полный гвард, я считаю, что он не надо было сейчас обводить руки. Нужно просто было молотком ударить пару ударов и попасть под приклечью. Нужно просто тяжело было бить. А здесь в ситуации все-таки Вадим выкрутился, что называется. И Александр очень тяжело встает. Да, очень тяжело встает и дышит. Вы меня немножко опередили своим профессиональным взглядом. Посмотрим сейчас дальнейшее. Ой-ой-ой, нам еще в очередной раз показывают эту гематому, о которой вы говорили. Причем она растет. Ну, скажем так, у Вадима с этой травмой времени на раздумья остается все меньше. То есть здесь надо либо идти в атаку, несмотря ни на что. Мне кажется, Вадиму я абсолютно с вами соглашусь, потому что Вадим, конечно же, чувствует своего соперника. Но Александр функционально, мне кажется, чуть-чуть подпровалился. Да, потому что вот смесь такая, борьба и ударная техника, она вот очень сильно выматывает. Но тем не менее, мы видим, что Вадим намного живее выглядит, да? Пытается сейчас Александр показать свой задор, подбадривает зал. Я думаю, что следующий раунд будет самый решающий, да? Вот да, здесь как раз и начнется самое интересное. Во-первых, нет сил, и ребята сейчас будут ловить момент. И соглашусь с вами, Александр, что вот в этом вот моменте они будут пытаться выжать все. На повторе мы видим выигрышное положение. Конечно, с этого положения нельзя было уже отпускать противника. Видите, ни одного удара толком не прошло. Я бы вот на месте Александра просто бы тупо начал лупить молотками, то есть ударами сверху вниз и не стараться кулаком, а ударить ребром ладони. И бил бы по предплечью, под предплечью, по плечу, по плечу. Самое главное было вот набить, набить руки и расслабить руки у Вадима. Но, увы, момент и упущен. И третья финальная пятиминутка. Ну и посмотрим, насколько мы оказались правы, что парни из любого момента сейчас будут выжимать все. Напомню, в красной куртке Крупенкин Александр и в синей куртке Вадим Сокал. Ну, смелее, смелее, Вадим. Вот эти вот попытки... Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Давай и на нем, на нем обязательно. Вадиму сейчас ни в коем случае не надо отпускать Александра. Пропустил, конечно, с разворота удар. Но, тем не менее, сблизился. И посмотрим, как он в борьбе. Сейчас надо сбросить ногу. Ой-ой-ой, как опасно отдал. Ну, неправильно немножечко скрещены ноги, поэтому пока нас опасности нет. Здесь надо вытянуть ручку и голову. Нет, нету захвата за шею четкого и через руку тут уже просунул Александр. Можно выкрутить и попытаться сделать болевой. Нет, с этого положения... Нет, да. Поменялись позициями. Руку, забирай руку. Ногой, ногой, которую он уже отсекил, да. Только зачем отпустил? Вот сейчас нужно, да, захватить руку бедрами. Садиться, садиться, садиться. Забрасывать, да, ногу. Но очень хорошо блокирует вот эту возможность получить полный гвард. Вадиму Александр. Вроде бы получилось. Да, вроде бы получилось. Но это просто нету, Александр, банальной силы у ребят. Ну, со стороны всегда легче, да, подсказывать? Ну, абсолютно, конечно. Ну, мы видим картинку как бы немножко со всех ракурсов. А здесь, в общем, оба парня дышат лицо в лицо. Ну, что, есть захват. Дыхание тяжелое, руки ватные. Нет, не будет там удушающего. Вот ситуация опять. Теперь уже сейчас Александр может доминировать. Нужно сетки оттащить. Нельзя упираться ногами в сетку. Здесь надо наливать, как говорится, руками. Все, и давай бомбить, просто бомбить. Нету сил, нету сил, да. Смотрите, как напряглись вены на лбу у Вадима. Лоб не хочет получать, да? Никто не хочет, чтобы прилетело. Ну, здесь уже, как говорится, надо с последних сил бросать ручки. Вот сейчас вот характер. Вот самое время показать свой характер. И на болевой еще. Ну, вытянет сейчас руку. Только не вперед. Вот как раз бы... Ну, в принципе, Вадим сделал все правильно. Вадим, да. А Александр, нет. В этих положениях таз кладут к голове. Ну, вот он решил перейти вообще. Ну, вот сейчас начинает... Вот знаете, что попало шоу? Начинается... Нет, нет, нет. Он просто хочет со стороны удушающих... Перейти на удушающий быстрее всего со стороны спины. И заодно... Да нет, ну, видите, у него была сейчас возможность подхватить... Завести за подбородок правую руку. Думаю, что нет, потому что, видите, он держит. Нет, когда он переворачивался, руки Вадима были на конвасе. Ну, опять же, то есть мы посмотрим... Ну, выдергивай руку. Просто ударь по руке и выдергивай. Нет, здесь ударить не получится. Здесь надо перехватить ручку. Ну, вот смотрите, вот правой, левой рукой просто сбить захват и тут же выдернуть руку на себя. Видите, тянет, но из замка он не вырвет. С таким сил нет. Вот здесь нужно просто дернуть, резко дернуть. Вот! Молодец, разорвал. Знаете, мне сейчас пришло в голову, помните, за двумя зайцами. Уж сидела-сидела, так высидела. Вот мучился-мучился Александр и красавчик. Просто красавчик. Все-таки получилось. Ну, в принципе, первый и второй раунды он выиграл. То есть, и просто что закончил болевым, и вот чем огромный респект ему. Вот этот болевой. И отмечу очень профессиональную работу рефери в ринге. И отмечу очень профессиональную работу рефери в ринге. И отмечу очень профессиональную работу рефери. Продолжение следует... Продолжение следует...